аль покрутить пожалуйста вот наша шикарная платьичка с басочкой он какая красотища так вот наша юбочка и вот у нас остался большой выпад и мы сейчас из выпады делаем такую кофточку скорее всего без рукавов но с басочкой мы специально положили нашу юбку мы смотрим рисунок нас устраивает или нет потому что здесь рисунок вот так идет а там рисунок вот так долевая идет в принципе мы оставляем иначе у нас не получится наша кофточка вот в принципе нас все устраивает поэтому мы продолжаем дальше крыть специально вот засняли этот момент единственно чуть чуть меньше будет тянуться потому что долевая идет вот так и по долевой наша ткань чуть меньше тянется чем по ширине потому что на юбке вот так идет ширина на кофточке сейчас ширина и будет идти по долевой ну в общем сейчас все покажем расскажем за с ними смотри мы сейчас вот так протягиваем нашу вот так у нас почти двадцать девятнадцать восемь а вот так вот грубо говоря восемнадцати семь то есть получается чтобы получить вот здесь внутри баску нам нужно вот так то есть вот так мы меньше получаем то есть вот тут у нас меньше значит мы должны крыть вот так и вот этот вот выпад который косой мне нужно чтобы пошел вот в эту вот точку значит я сейчас даже наверное поскольку нам вот эти места не знаю куда могут пригодиться я даже наверное не вот так буду крыть не знаю куда идти потом а даже наверное в итоге вот так возможно на рукав ну вот наверное только я не знаю какой рукав маленький но смотри нам нужно так крыть чтобы вот эти вот точки когда мы перевернем и вот сюда пришли тогда давай смотри сейчас я вот так сделаю такое вот движение и вот эти вот точки сейчас тоже разровнялись тогда сейчас я тогда крыть буду вот так и четко везде по 0 7 все припуски вот здесь сгиб да потому что мы сейчас здесь будем крыть переднюю половинку а вот там вверху у нас будут крыться задняя вот у нас перед у нас может еще и больше быть вырез но мне надо вот эти точки сохранить может тут в итоге и меньше будет мы больше вырез сделаем но пока мы это не знаем здесь точно пока оставляем вот так так значит здесь будем идти с тобой от стола сейчас я так положила и примеряем вот это расстояние до стола 22 и 1 здесь если расправить этот припуск будет 07 очень надеюсь что здесь придем скорее что придем сбоку не делать припуск все равно же минусовой надо уходить это то расчеты без обтягивания то есть например проймы боковой шоу динем без галате с большим пушопом что это стрекотаж я тебе тут делал конечно минусовые прибавки ну мало ли чего вот тут у нас рукавчик будет у нас рукавчик уже есть хорошо у нас все с тобой получится эти обещаю давай скроим вот так хорошо сейчас и баска будет мы может быть средняя там сделаем что-то между солнцем и полусолнцем делаем стопарики вот эти вот главное вот эти крайние точки обвести которые вот чтобы у нас не сместилось вот эти вот цветочки только более тонкое было хорошо я даже иногда знаешь как делаю я намечаю только основу и даже иногда припуски не намечаю а потом когда режу я сразу с припуском 07 но это если вы уже почти гуру хорошо если вы не почти гуру то тогда пожалуйста 07 припуски намечайте возьмете здесь еще срежете на 07 хорошо здесь гиб давай намечаем припуски сейчас мы все пошагово покажем хорошо навичем здесь 07 07 07 07 07 хорошо то чем мыло и делаем хорошо я же вас знаю хор вот великолепная вот эта линейка тут уже сразу 07 да и берешь вот так вот и мучаешь 1 07 а то что мыло идет рядом с линейкой не будет еще одного лишнего миллиметра давай померяем ты сразу целых даже шесть десятых ты просто очень хорошие только если вот этим будет точно 07 а бывает оверлок вот это делает даже 06 иногда видишь вот тут я навела вот этим мылом здесь плюсом уже один миллиметр даже два пошло если вот этим толстым мылом бывают линейки еще какие-то там ну в общем либо вот так вот ставите прямые линии лучше вот так вот наводить можем одну навести потом ее отзеркалить ну в общем давай давайте отвечаю тебе жизнь если ты не избегаешь сильно то можно вот так вот но если ты умеешь не сдвигать если ты очень хорошо чувствуешь ножницы и все начнем сечку конечно вот и вот здесь видишь тут надо уметь удерживать вот эту выкройку видишь по 07 видишь я как кончиками иду и у тебя фактически должна быть практически отработанная выкройка ни в коем случае выкройку не накалывает ни в коем случае то есть ты позволяешь лежать так она хочет вот это выкройку переворачиваем хотя бы прижимаем опять же так же вырезаем хорошо они сейчас просто вот тут часть согнуть можно можно сколоть и вырезать по ней можно а можно было еще прямую линию провести по выкройке вот эту середину разными способами можно и так и так и так как хотите тут есть пунктир можно наколоть и перевернуть можно было выкройка работать главное чтобы был хотя бы пунктир и надсечки и ваша способность ничего тут не сдвигать не накалывать эти выкройки все ткань то можно к ткани накалывать да только параллельно низу перестраховалась можно было тут у тебя должно быть на раскол сначала вот это проверяешь только потом дальше идешь вот здесь ткань в данном случае она как слепается можно сразу и резать только такими вот кончиками если вы можете удерживать этот край а лучше сколоть это я режу выскалите пожалуйста мне не лень это сейчас делать специально я могу это делать хоть шифон могу это делать вам лучше скалывать параллельно низу пожалуйста скалывать параллельно срезу параллельно низу и ты хотела не давать здесь припуски у нас здесь ткань меньше тянется чем мы изначально планировали а ты хотела убрать припуски она меньше тянется у нас сейчас может быть недостаточно бы растяжение было уже минусовая бы прибавка была ты хотела меня прогнуть на минуса ага нельзя я знаю что нельзя на вас вестись вот а давай вырезай хорошо смотри мы хотели с тобой вот эту перекинуть сюда да ну тогда у нас вообще паски не получаются я тебе предлагаю вот этот кусок и вот этот кусок взять вот я вот так перевожу вот так смотри оп я не вижу здесь сильно большой разницы на камеру видно видно но когда в готовом изделии я не думаю что сильно будет видно мы когда покупаем в том числе в бутиках эти изделия там гораздо больше погрешности есть гораздо больше даже в самых дорогих бутиках такие есть погрешности которые она не будет видно мы девочкам потом покажем скажем вы увидите что они не увидят ничего это мы сейчас с тобой видим но больше никто этого не увидит я считаю что вот это вот так надо делать иначе мы не получаем баску мы тогда не получаем у нас будет просто кофточка там хорошо что мы вот этот выпад оставили но тут вот сэкономили якобы на на наши рукава но мы сейчас где-то какой-то маленький рукавчик получим в итоге показано вот тут очень красиво в принципе получилось даже вот я считаю что нужно оставлять ты как клиент рядышком мы с тобой это все сейчас обсуждаю да здесь так а здесь вот так а здесь вот так ну я думаю что можно оставлять потому что вот здесь баска будет смотри она здесь вообще ον outlets great она здесь вообще ломаная Going она будет по-разному по-разному И она скомпенсирует вот эти вот оба. Это я просто тебе показываю, что мы можем так делать. Иногда можно так делать. Я считаю, что можно. Как раз мы и здесь с тобой получили вот эту ширину. И мы вот на этом куске и будем делать первую детальку мы будем здесь крыть. Потому что она меньше. И здесь будем ее вот так крыть. А потом вот ту детальку крыть. Ну, здесь, конечно, минимальные совершенно припуски будут. Ну, будем за миллиметры хватать. Вот еще вторая спинка. Вот мы ее накладываем. Сейчас мы ее сразу же вот здесь сошьем. Вот мы сейчас сразу сманипулируем. И здесь додадим с вот этой второй спинки недостающие припуски. Вот там кусочек нам тоже не хватало. Маленький. Вот в основании шеи. Вот. И сейчас сразу же вторую спинку мы выкраиваем, соединяем вот с передом. Сейчас будем примерку делать. Вот наша передняя половинка. Ну, сейчас, в общем, тоже сейчас все покажем. Вот наша передняя половинка. И потом покажем, расскажем еще. Да, вот такие вот протягивающие движения по всем вот этим вот. Ага, вот так. Да, вот так протягиваем. И можно вот это все обрезать. И сейчас мы меряем. Да. А, мы вот это с тобой не засняли. Мы усилители поставили. Мы сделали вот такие вот места силиконовых штучек на наши плечевые, которые, когда тело сильно разогревается, они растягиваются на самом деле. Вот полтора сантиметра шириной мы сначала одну сторону обметываем, а потом все три среза обметываем вместе. Вот когда мы так сделали, и потом, когда протянули вот эти вот порцы, вот так, да, то, что мы сейчас показывали, да, и вместе все это обрезаем, и все, можем теперь мерить. Да, вот это все. Чтобы не мешали сейчас на примерке, вот это вот все мы сейчас так обрезаем. И примерку делаем. Великолепная примерка. Значит, по переду нам нужно вот столько забрать. Баланс, да? По боку, по верхним точкам вот так. Быстренько их накалываем, чтобы они у нас с тобой не слетели, ну, не струсились, да? Здесь вот так. И по переду вот тут чуть-чуть мы решили только углубить, и все. По горловинке вот так. И теперь наша задача с тобой вот так накалуть по плечу. Вот мы соединяем так плечевые, чтобы у нас идеально вот здесь соединился с одной стороны шовчик и с другой стороны шовчик. Тогда только мы можем с тобой приступить к осноровке горловинки. Вот, 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 видишь, не совпало. Чуть-чуть сдвигаем. Ну, у нас на всякий случай есть перепроверочные надсечки. Вот тут. Так, вот эту смотри, чтобы мы не потеряли. Видишь, хорошо, что я заколола, потому что уже не видно ничего. Так. И нам нужно было... Вот, давай сейчас вот так. Больше ничего. Нам плечо не надо было ничего вмешать. Да, здесь было все очень хорошо. Поэтому мы сейчас вот быстренько вот так накалываем. И все. И вносим все изменения в выкройку. Так, да. И здесь понизу. Тоже скалоли. Да. Да, да, да. Вот, тоже, видишь, хорошо, что надсечку по центру переда и по центру зада поставили. Вот, у нас позади шовчик есть. По которому мы можем ориентироваться. Да. Вот оно все. И тоже вот так параллельно ставим. Мы же тут учитываем наш баланс, который в итоге у нас тут сейчас получился. Так, пока откладываем. Хорошо? Так, вот так вот. И смотрим, что у нас с нашей баской. Баски у нас с тобой просто чуть ли не целый еще лиф. Да? На кофту точно хватит. Да, еще целая кофточка есть. Значит, что мы с тобой делаем? Мы его вот так складываем. Четыре раза. И постараемся сейчас сделать, чтобы у нас басочка была вообще без единого шва. Правда? Мы ничего не заужали по боковым. Нам не надо было ничего делать. Мы сейчас просто сложим четыре раза. Я просто вот это вот сейчас стараюсь положить вот так. Далее. Видите, вот это? Ну, нам не вот эта точка нужна, например, а где-то вот эта вот. И от нее мы сейчас ровно посерединке сейчас отметим. Это будет якобы наш центр. Ну, типа 52. 52 – это где-то 26. Ну, как бы 26, да? То есть, всего-то 40 она там была. Здесь уже больше, как хорошо. Рукава. Сейчас, подожди, подожди, подожди. О, даже еще больше. Так. Вот. Тогда типа у нас там должен был быть наш радиус. 9,9. А я очень люблю уменьшать радиусы, чтобы они не растягивались. Ну, да, пока ты пристрочишь. Чтобы потолить, да, были? Да, пока мы его пристрочим, эту нашу баску, она уже растянется. Поэтому вот я даже без припуска делаю 9,9. Грубо говоря, 10 сантиметров. Радиус и от нее сколько нам нужно даю вот эту вот. Но. Давай смотреть, что у нас тут будет сейчас с нашим рукавчиком. Нормально все будет. Будет же треугольники останутся. На какой-нибудь там крыльях. Что-то сейчас с тобой придумаем. Я сейчас тут прощупываю, что нам будет. Вот она, да, эта часть. Давай сейчас тоже пойдем по пути практически по его творчеству. Как мы это сейчас делали. Встанем. Кстати, получилась шикарная кофта. Так, вот так, 10. Это то же самое солнышко, как наша юбочка. А 10 это же больше, мы хотели уменьшить радиус. Точно. Молодец. Я уже видела, просто устала. На 9 это, грубо говоря, 10. Значит, мы тогда 9 должны делать. На сантиметры, да? Да. Давай мы уменьшим вообще 9. Да, слушай. 9. 9. Мы можем его и сместить. Мы сейчас его наметим. А вырезать мы, наверное, все-таки будем в следующий раз. Я еще тут продумаю, что у нас тут еще ждет здесь. И смотрим, сколько у нас, здесь, грубо говоря, аж 17 сантиметров. Наша баска здесь может быть. Вот она. И что у нас здесь остается? Мы где-то делали такой рукав. И мы хотели, сейчас его с тобой мерили. Где-то, ну, 15 может быть, и мегаватин. Меньше, меньше. Это аж вот так. Да, наш рукав. Это может 11. И где-то, да, где-то мы хотели, может, уже чуть-чуть меньше, где-то 12-13, да? Нет, важно меньше. Но нам же надо еще прострочить на распоршивалке, да? А, да, да, 13. Ну, вот, пускай 15. Да нет, 15 много. Но это уже вместе с припуском, например, да? Да, это же 13 вместе с припуском. Давай пока так. Хорошо. Хорошо, уже. Пока так. Вот. Мы сейчас отрежем. Как я потом буду им не пользоваться? Ну, подожди, сейчас я вот так сделаю, сейчас будем смотреть, что у нас вообще сейчас ничего, никак не получится. Что-то даже, чем вырежали. Ну, чтобы удостовериться, что у нас сейчас совершенно другой будет рукав с тобой. Смотри, у нас ничего тут нигде не получается. Ничего, никак. Хорошо, вот это. Тогда мы сейчас будем совершенно... Ну, смотри, либо у нас тогда... А вот такое можно? Тран-тран-тран. Ты же хотела побольше взять. Я передумала. Ты передумала. Не вмещается же то, что хотела. Тогда мы тогда... Как раз поэтому тебе говорю, что мы сейчас не будем кроить. Мы подумаем до следующего раза. Может, мы сделаем присобранное солнышко по кругу. Здесь, где, а как, рукава, мы сделаем здесь пошире, а вот сюда поуже. Или просто солнышко. Вот тут просто солнышко будет. А здесь будут такие, как валанчики. Хорошо. Как ты говоришь, гламурненько. Если уже басочка, то пускай здесь будет повторение басочки и сверху. Тоже будет очень красиво. Тоже очень красивый вариант. Да? Так, значит, смотри. Так что мы баску будем сколько делать? Сантиметров 10, да? Ну и 12. Видишь, сколько у нас здесь остаётся? Мы сейчас давай оденем юбку и посмотрим вместе. И кофту сейчас осноровим. И посмотрим, сколько точно нам нужно сделать баску. Чтобы всё остальное отдать на рукав. Хорошо. Посмотрим. Чтобы всё остальное нам нужно отдавать на рукав. То есть полностью до последнего клоптя здесь забирать на этом куске. Хорошо. Точечка. Мы хотели так. Да? Да. Убираем. Берём нашу с тобой выкройку. Видишь, всё-таки она выше, чем предполагаемая линия. Нет, ну потому что это с баской. Мне захотелось, чтобы это не вырез, как на футболке была под горлом. Да. Так. Значит, это уже в готовом виде. Да? Значит, мы тогда вверх. Да. Хотя если будет там на полсунице нечего страшного. Лучше бы я это не говорила. Значит, как мы... Давай потом, как мы будем это делать всё обрабатывать? Нельзя завернуть на раскошевалке. Можно завернуть и на раскошевалке. Давай мы так и сделаем. Или вот... Нет, ну и здесь это... Вот типа такого. Ну вот это обтачка. Это обтачка. Которое я тебе говорю. Да, это обтачка. Это же обтачка, как и у меня. Можно меня показать. Вот это и есть тоже обтачка. Вот это тоже обтачка. Вот это то же самое, что у меня. Это тоже обтачка. Да? Теперь сюда смотри. Ну, мы здесь давай завернём и на раскошевалке тоже всё дело прострочим. А на раскошевалке... Значит, смотри. На раскошевалке я тогда оставляю сантиметровую припись. Значит, вот здесь, грубо говоря, и вот здесь тогда от этой точки вниз на сантиметр. Значит, мы тогда эту точку срезаем. Тогда измеряем. Если мы оставляли 0,7, тогда измеряем, сколько у нас здесь. 2,2. Минус 0,7. Это тогда будет 1,5. Это что? И тогда от реальной выкрики мы отступаем вниз 1,5. Тогда вот это будет и перед. Мы все изменениям вносим выкрику. А я думала отрезать, предложить тебе объяснить. Можно и так. Но это будет потом. Ты встречи, встречи. Протягивай. Сейчас мы с тобой вот так, да? И вот эту мы сейчас вот это зачеркиваем. Но мы это не надо, да? Ну, нет, для чего? Потому что надо. Но пока мы ее не берем. Мы пишем жирненько вот здесь перед. Да? Здесь всегда под прямым углом. Да? Вот перед. Да? И тогда я сейчас беру. И вот здесь вот так вот. Вот так вот. Обрезать. Ага, я же не наметила эту линию. Ну-ка. Я же не наметила эту линию. Я сейчас по ней буду обрезать. У нас минимум 2 сантиметра здесь должна быть прямой угол. Ну, на самом-то деле мышцы будут тогда, если по эту линию обрезаем, мы же туда увеличиваем горловину. Ну-ка. Это нам нужно выше тогда. Можно больше. Добавить. И по той линии, которую мы сейчас там наметили, тогда нам нужно на сантиметр выше туда сейчас поставить. Если мы сантиметровый, сантиметровый припуск, тогда здесь. Да, это будет вот так. И чтобы тебе оно не придушивало. Да, да, да. Не будет придушивая? Не знаю. Давай тогда. Ну, мы же мерили. Мы с тобой сейчас обрежем. Приточаем баску, вточаем рукав и померяем. Да, и потом ты сама тогда решишь. Я тогда тебе просто на сантиметрик вверх поднимаю, а ты потом сама скажешь, оставляем или не оставляем. С горловинками я стараюсь очень аккуратно, потому что очень некомфортно, вернее, дискомфортно, когда тебя кто-то где-то придушивает. Ну, это слишком большая, выходит тоже милая. И маленькая надсечка обязательно. Так, теперь вот это у нас передняя сторона. Здесь то же самое мы с тобой делаем. Это у нас баланс по передней половинке. Вот так вот я беру, по булавочке рисую. Это по боку баланс, это по задней половинке. Ставлю, так убираю, под прямым углом, хотя бы 2-3 сантиметра рисую эту линию. И здесь под прямым углом, от самой изгиба вот этой ткани. И плавно сложу. Ну, то есть хотя бы 2-3 сантиметра прямой угол. Беру вот наш вот этот вот прямой угол. Ну, вот этот милачок. И пытаюсь плавненько свести. Ну, вот оно где-то так и уводится. А потом от нее уже 0,7 припуск, да, даю. По крайней мере, буду очень пытаться вывести через эту точку. И чтобы хорошо вывести, нужно вот так вот смотреть на линию. По-другому будет очень сложно это сделать. Хотя бы 2 сантиметра там должно быть. Может быть, пару миллиметров ниже. Ну, уже будет линия. Ну, уже будет ничего. И 0,7 теперь. От нее вниз. Ну, уже будет ничего. Вот, смотри. Вот. Да? Вот она такая вот. Выпукло-вогнута-выпуклая. Да? Вот такая. Потому что здесь лежит минимум 2 сантиметра прямой угол. Видишь? Вот теперь мы ее обрезаем. А перед тем, как обрезать, давай внесем изменения. Изменения. Может, вам режимы там приложил? Ты знаешь, наверное, можно вносить выкройку изменения, а можно не очень ее вносить. Знаешь, почему? Потому что каждая ткань трикотажная может по-разному провисать. Потому что мы здесь нарушали с тобой долевую, помнишь? У нас одна деталь по долевой, другая по поперечной. Поэтому давай мы не будем вносить. Ну, и это для банки прям совсем по-талевую. То есть, как оболочка понадобится по-длиннее. Но мы делали здесь по зрительной талии. Поэтому давай мы не будем. Каждый раз мы будем ее заново наводить. Поэтому я показала, как это делать. А вы уже там будете сами смотреть, как это делать. Здесь обязательно поставьте надсечку четко посередине. И это 2 миллиметра. Все. Теперь можно будет подкраивать баску. Все. Ну, это уже в следующий раз. Хорошо? Мы просто сложили в два слоя. И уже просмотрели, что, в принципе, вот здесь у нас будет наш рукав. А баску мы делаем где-то примерно 10 сантиметров длиной. А все остальное в радиус. Смотри. И вот мы берем 21 с одной стороны. 21 с другой стороны. Видишь? Две точки я поставила. И теперь от этой точки 21 я буду рисовать вот так вот. Очень сложный трикотаж. Тямо по лицу. Смотри. Он очень тянется. Поэтому надо прижимать то место, где ты будешь... Вот видишь, как я делаю. Тут и там прижимай. Иначе он тут же продеформируется. Это вот 21. А тут нам нужно... Мы с тобой решили, что 9... Даже 8. Да, будет даже 8, потому что это припуск. Вернее, это линия, по которой мы будем срезать. Значит, будет ниже, когда мы будем... Значит, он и увеличится. Можно... Значит, нам нужно было сколько? 9 и 9. Да, но мы решили 9. Мы решили 9 нам надо, да, чтобы готовый ходить было. Вот смотри. Вот тебе и 9. Давай так рассуждать. Вот от этой точки, да, мы берем вот так ставим. Вот это 9. И надо вверх 0,7. Итого почти 8,3. Поняла? Нет. Это если мы делаем 9. Хотим. Потому что мы протачиваем золотые. Все, поняла. А вверх я должна отложить припуск. Не вниз я увеличу радиус. А вверх. Вот получается, тогда если мы делаем 8, ну давай вот сделаем и 8. По этой линии мы будем вырезать вот этот вот круговой радиус. Только вот так, очень-очень четко, с одной точки. И можно даже чуть-чуть по-другому положить вот эту вот линейку. Или вот смотри, давай вот так вот. Первую надсечку на нуле, а вторая на 13. И вот так все время поворачиваешь. А здесь у тебя на 21 стоит, да? Здесь ставишь. Ну как бы линейку. Здесь ставишь. И опять вот так продвигаешься. Вот опять 21. Опять продвигаешься. Опять 13. Вот. Это кусочек нашей басочки. Вот он очень миленько будет смотреться. В итоге он будет, вот даже 13, ну минус тут 0,7, и там 0,7, минус 1,5. Вот. Деньше с половиной даже длина будет. Вообще замечательно. Поняла? И вот таким образом она будет бесшовная. Главное, чтобы ты вот тут помнил, что здесь 21, здесь 13, а здесь 0. Вот так. И вот так кругом-кругом намечаешь, а потом мы его вырезаем. Хорошо? Вот тут еще. Видишь, вот чтобы наметить на этой данной ткани, надо вот так вот сделать. Вот так зажать и между ними вот так тонким мылом провести. Вот. А здесь потом мы вот так вот сейчас полностью радиус прорисовываешь. Мы можем либо сюда этот... У нас еще на что-то клаптики останутся. Так, ну давай, ты в общем поняла. Да, вот так под прямым углом. Вот так вот, да, вот так вот. Ага, вот тут надсечка. И вот тут надсечка потом. Ага, я сейчас просто сразу тебе запишу. И вот с той стороны надсечка. Четыре угла надсечки должны быть. Потому что у нас передняя и задняя половинка одинаковые по талии. И центры у нас одинаковые. И вот мы сейчас вырежем нашу вот эту басочку. И здесь еще получится вот наш рукавчик спокойненько. Да, ты все правильно делаешь. Ставишь вот по надсечкам. Каждая надсечка это бок и центр. И, ну, я не знаю, там вроде бы, а, получается, да, мы те меньше делали, все правильно. Будет топ верхний, он чуть-чуть больше будет, чуть-чуть припосаживаем. Да, да, да. И дальше краим с тобой рукав. Хорошо. Сейчас постараемся побольше дать длину оставить рукава. Сейчас повыше поставим. Сколько здесь будет. Столько и будет. Да, ну, стараемся, чтобы здесь 0,7 был. 0,7 здесь. Так, и долевую, опять же, относительно вот стола давай. Да, мы что-то край поставили. Вот, 19,8 и здесь. Ой, отлично, 19,8. Все обводим. Здесь центр ставим, да. Эти стопарики, чтобы никуда наш драгоценный рукавчик не ушел. Да. И эти линии вниз продлеваешь, вниз продлеваешь. По 0,7 и сразу же сошьем вот эти два шовчика и будем метывать, ну, втачивать сразу же нашу пройму. А вот наш колючечко наш. Смотри, какой ежик красивый получился. Отлично. Наколотый, да. Мы же накалываем на 1 мм, не доходя до края. И все. Вот, смотри, мы закалываем. Это наша пройма, да. Мы делали усилитель вот этот вот. Мы его вот так закалываем. Направление плеча, да. Вот так. И... Какую сторону закалываем? Назад, вперед? Ну, тут уже мало вариантов. Я на баске делала, чтобы все швы назад были боковые. А это плечевые. Ты когда будешь сейчас обрабатывать на распрошивалке, ты тоже должна будешь вот так вот завернуть. Да, вот в эту сторону, как оно сейчас лежит. Так, а здесь, да, нижний, боковой мы смотрим, как на басхе. Да, вот так. Ну, вот сюда его фиксируем. Вообще, нужно загибать туда, где лицо оверлока. Это изнанка. А, да? А я про сказаться. Ну, так сказать так будет, да. Вот, и вот сюда вот так вот мы с тобой приставляем, да, центр к центру. И начинаем по кругу накалывать и идем на оверлок. Обметываем. Тоже совмещая здесь шовчики. Смотри, вот здесь рекомендую вам в разные стороны ставить. Помнишь, чтобы легче оверлоку проходить. Тут, туда, значит, этот, в эту сторону. Вообще, желательно, чтобы у тебя все с одной стороны накалывалось. Ага. По внутренней части, например, рукава. Вот. Чтобы ты видела и могла всегда достать эту булавочку, да. И здесь то же самое. Давай мы вот эту вот сейчас оберем. Точнее, почему нет? Ну, я сейчас зафиксирую, только все на рукаве зафиксирую, чтобы у вас не было никаких там моментов. И все, у нас он тут беспосадочный, поэтому просто одно к другому там присаживаешься. А что беспосадочный? А если... Вообще-то посадка есть. Да, потому что мы им помнишь, мы когда выкройку делали, нам не хватало что-то по боковым? Или все хватало? Нет, там где-то были совсем маленькие припуски, малюшенькие. А на рукаве мы сделали полноценные припуски. Да. Ну, давай так. Тут всегда вот это можно все припусадить. Тут вот, видишь, все, оно уже... Все понятно. Тут чуть-чуть подрастягиваешь пройму, даже не то, чтобы подрастягиваешь, а чуть-чуть как вот, вот, все. Оно одно относительно другого. Если надо будет, мы ушьем с тобой, если будет этот широкий. Ну, я что-то говоря, думаю, что не очень надо. Нам там сильное облегание руки. Ну, посмотрим. Хорошо, посмотрим. И наметили. Вот так загнули. Нам настолько нужно загнуть наш рукав. Да? Низ рукава. Вот. Поставили вот так. Прочертили вот эту линию. Получили тонкую линию. И теперь вот так вот вкалываем. Ну, это если нам надо наизнанку перенести. А если не надо, то мы не переносим. Значит, как у нас осноравливается рукав? В обязательном порядке средний шов к середине рукава. И никак не по-другому. Мы сейчас его обрежем и посмотрим. Может быть, надо будет корректировать эту линию, потому что он короткий. Вот. Видишь, он расслабился. Я вот эти движения тебе специально сейчас показываю. Вот. Он расслабился. Да? Теперь он лежит. Мы его сейчас зафиксируем вот так вот. Булавками. И не сверх, а еще и наложим сверху второй. Потому что мы же одинаковой длины его крылья. И один, и второй, да? Значит, мы от низа сейчас будем брать и убирать эту длину. Так. А второй рукав мы сейчас сделаем такие же самые манипуляции. Так. Что всегда рукава, какие бы ни были, рубашечный, или вточной, или двухшовный, или просто одношовный, вточной. То есть мы всегда вот так вот будем делать. Тогда мы устраняем вот эту вот галочку. Она не должна быть никогда. То есть одинаковое расстояние. Сколько здесь дешево, столько здесь. Обязательно. Иначе будут дефекты какие-то. А теперь у меня не получится, наверное, или получится. Ну, а получится. Так. Вот так вот. Сейчас наложим один. Пауз. Да. И накладываем один к другому. Вот так. Четко совмещая вот эти припуски и края. Да. Вот так вот. Да. И еще раз закалываем лапками, чтобы нам легче было сейчас все это делать. Чтобы мы случайно не сместили еще что-нибудь. И фактически вот от вот этой линии низа, вот от этой точки, да, мы с тобой вот так вот сейчас берем, измеряем. Ровно 8 сантиметров. А мы подгибку давай на 2 сантиметра оставим, да, вместе с распошивалкой. Ну, для строчки распошивалки. Вот так. Итого у нас здесь 6 сантиметров. 6 сантиметров берем здесь. Ну, давай здесь 6 сантиметров сразу же отмельем, потому что здесь у нас все поровно, все красиво. параллельно низу, да, там толще, тоньше линии. Это мы уже сразу тебе с припуском рисуем, да. Давай я тебе сразу же и тут наведу вот эту линию, чтобы тебе легче было. Чтобы хотя бы с одной стороны у тебя же одна линия, по которой тебе загибать нужно будет, лукавчик мы уже нарисовали. Сейчас то же самое, Ира, тебе будем делать, да. И вот так вот мы обрезаем. И сейчас давай померяем, хорошо? Ну, мы же не про картины, я тебе про сам факт вот этого вот всего, как это делается. Все, раскалываем, одеваем, посмотрим. Хорошо? Аль, покрутись, пожалуйста. Вот наша шикарная платьичка с басочкой. Вон, какая красотища.